Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, моего клуба органического земледелия. Мы находимся с вами в моем зимнем саду, и сейчас самый конец мая. Буквально три недели меня не было в хозяйстве, и вот тут есть кое-какие упущения, о которых я сейчас хочу показать. То есть то, что мои сотрудники не сделали. И посмотрим. Вот перцы. Они выросли очень сильно. Вы видите уже по 50-60, некоторые 70 сантиметров огромные, буквально за три недели. Но сколько боковых ответвлений, вот этих вот стволов, так сказать, стеблей дополнительных, лишних, которые нужно было посынковать, но это не сделали. Тем самым темп роста, урожайность снижается. То есть сейчас мы произведем с вами эту работу, которую необходимо было сделать еще чуть раньше. Наглядно посмотрим те ошибки, которые нельзя было допускать. Давайте посмотрим те ошибки, которые совершили мои сотрудники. То есть вот эту, скажем, халатность. Что они должны были сделать, но не сделали в процессе роста. Ведь нужно не только укутывать соломой, поливать, но нужно еще подвязывать. Это сделали в некоторых местах. Какие-то перцы вот даже не подвязали. Но ведь нужно еще и формировать стебли, соцветия, управлять этим процессом. К тому же, посмотрите, проросли, безусловно, сорняки. Хотя они так легко, вот обратите внимание, как легко под соломой они убираются. Вот я буквально легким движением, вот, корни, да, чистые. Потому что труднее сорнякам пробираться через толстый слой соломы. Ну, даже через тонкие, и то трудно. Легко удаляются. И это можно было сделать вот буквально за считанные минуты пройти и вот удалить вот эти вот самые вот сорняки. Ну, только, конечно, в перчатках. Если крапива, вот я уже ее не буду сейчас брать. Но он, видите, потянул, вот уже готовый стебелек спокойно отходит. Так, значит, давайте посмотрим вот на примере этого кустика. Как мы видим, внизу много отростков. Их нужно обязательно удалить все. Вот таким образом. Лишние листья мы тоже удаляем. Ствол должен быть виден хорошо. Кстати, тут уже вот есть плоды. Видите, это, видимо, длинный астраханский вот этот перец. Вот боковой отросток. Вот этот. Он нам не нужен. Он, он, мы его отщипываем. Так. Потом. Вот эти все боковые на стволах. То есть у нас есть рогатинка первое разветвление. Вот первое. Пошло на два ствола формироваться. Отлично. Потом еще на два. Вот. И второй на два. Вот эти четыре. Они основные. Боковые здесь мы все прищипываем. Они нам не нужны. В боковом ответвлении, смотрите, уже три плода здесь формируются. Ну, куда здесь делать еще один? Берем, удаляем. Так. Что у нас здесь на концах? Раз, два. Вот этот в середину пошел. А тут и так густо. Удаляем его. Так. На нем и так три плода. Выше растут еще формируются несколько. Поэтому точки роста мы здесь тоже убираем. Точки роста оставляем только завязи и цветы. И удалим вот эту точку роста. Все. Следующий, боковой, второго порядка. Мы удаляем вот здесь вот точку роста. Цветок еще один оставляем. Завязь удаляем вот здесь точки роста. Оставляем самую верхушку. Здесь тоже верхушку мы оставили. Берем, смотрим второй ствол. И второго порядка на нем. Какие идут разветвления? Вот это боковое. Мы удаляем. Вот это удаляем. Которое пошло в центр ствола. Все равно там друг другу мешают они. Удаляем сбоку. И оставляем только верхний. Все промежуточные, все пазухи в них удаляем. Так, проверяем, чтобы ничего действительно тут не оставалось у нас. Так, 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 так. Вот, все. И последний проверяем. Проверяем. Удаляем боковой. Второй боковой удаляем. Тут и так у нас уже два плода. Вот следующий развилочки у нас еще один. Там точку роста удаляем. Боковых нам не надо. Вот этот боковой удаляем. Он не нужен. И оставляем. Оставляем. Только самый верхний. Вот этот. Вот это правильное формирование. Он коренастый, крепкий. Подвязывать его можно еще и не подвязывать. Ну, в принципе, можно уже и подвязать. Плотно завязывать не надо. Один узел. А теперь просто мы вокруг одного или нескольких стволов можем обернуть. Вот таким вот образом. Вот таким образом. Вот так вот. Проверить, чтобы ничего не стягивало, не мешало. Стволы, когда будут на них, на стеблях уже крупные плоды, они могут оторваться, если много. Поэтому подвязывать нужно будет два-три самых крупных. Я оставляю четыре. Вообще нужно два-три. Но в моих условиях, так сказать, идеальных, в моих условиях очень плодородные почвы. Напоминаю, тут полтора метра подо мной плодороднейшего слоя. При такой влажности, температуре высоком, содержании углекислого газа в воздухе, внутри теплицы, я могу оставить и четыре основных стебля. Так, что мы тут еще видим? Мы оставили здесь рассаду с арбузами. И вот сегодня мы эту рассаду уже будем высаживать на улицу. Вот она вьется по перцам. То есть мы ее освободим и будем сажать на улице. Ну и, значит, пойдем посмотрим давайте с вами дальше, что у нас здесь еще нужно сделать. Давайте посмотрим, может быть, на баклажаны и на томаты. Ну, а теперь мы около баклажана. Помните, кто смотрел ролики, я вот именно эту грядку показывал, какие были баклажаны, где-то было 7-6 листочков. Посмотрите, что сейчас эти закусты до 70-75 сантиметров в высоту. Мощные, крепкие. Вот тут то же самое, видите, да? Вот эта проблема, так сказать, с сорняками. Они не причиняют большого неудобства. И действительно, это можно процедуру делать, ну, раз в две недели. Чаще не нужно. Вот как корневая система легко удаляется. Мы ее пока между рядей кидаем. А можем потом подсохнуть, кинуть обратно вместе с соломой и на грядку, понятное дело. Вот, я просто спокойным движением, видите, вот так беру, так сказать, без напряга. Это не сорняки на грядке. Под соломой, если и прорастает что-то, то очень легко удалить. Даже вот траву, которую вы знаете, что практически, так сказать, ну, очень сложно сделать на грядке. Видите, вот корневая система совершенно другая, послабее. И вот мы видим цветочки между пазух, ствол. Вот мы имеем маленький отвод. В данном случае здесь у нас есть пустое пространство. Света хватает, мы можем его оставить. Так, вот еще пошел один. Еще один пошел. Мы его удаляем. Он не нужен лишний. Верхнюю точку, безусловно, оставляем. Боковую с правой стороны одну оставляем. Все, больше у нас здесь нет. Смотрим другой. Смотрим другой. Вот тут у нас, смотрите, уже формируется баклажан. Так, много цветков отпало. Боковые отросточки все мы здесь пасынкуем, удаляем. В том числе вот этот, только прищипываем точку роста. Значит, вот этот прищипываем точку роста. Боковой пазух, пасынок. Вот этот маленький обязательно прищипываем. То есть, и вот этот внизу обламываем. Он не нужен. Так, вот. Вот еще маленький убираем. Этот боковой оставляем. Только в нем вот этот вот пасынок маленький удаляем. Боковой отвод оставляем. С правой стороны один оставляем. От левого ствола все. У него вот пасынок только вот здесь убираем. Оставляем. И центральный оставляем, убирая один пасынок. А оставляем только точку верхнего роста. Ну, вот таким образом и нужно формировать, значит, баклажаны. Они посажены достаточно густо. Ну, здесь где-то сантиметров 35 между ними. Вообще лучше делать 40-45. Но здесь все вызреет, потому что эта теплица проверена уже несколькими годами. Здесь прекрасно стоит, держится солнце. Сейчас у нас пасмурно на улице. Хотя сейчас у нас 8.20 утра. Дождь лил всю ночь, что хорошо для грядок, конечно. Здесь тепло, влажно. Высокое содержание углекислого газа. Почему? Потому что гниет солома, гниет, перерабатывается микроорганизмами почвенными. Значит, та органика, которая у нас в почве. Растения, соответственно, выделяют углекислый газ много при фотосинтезе днем на свету. Ну, и вот такой темп роста колоссальный пошел. То есть, можно представить, что тут будет еще через 2-3 недели. А сейчас как раз они прижились. Помните, их высаживали вообще в апреле малюсенькими. Когда еще были ночные на улице заморозки. А здесь было плюс 12-14 ночью. Когда на улице минус 2, а здесь плюс 12 без отопления. Плюс 14. И вот теперь тут же температура никак не ниже 22-23 ночью. А днем прогревается до плюс 50 градусов. Посмотрим дальше. Ну, а здесь у нас томаты в той же теплице. И вот что здесь нужно сделать. Посмотрите, какой куст перед собой. Я хочу показать ствол. Здесь он доходит почти полтора точно сантиметра толщиной. Вот с палец однозначно. Что здесь уже неправильно сделано? Посмотрите. Свет не проходит вниз. Здесь нижние листья являются обузой. И мы их обрываем. Во-первых, сразу проверяем, нет ли пасынков. Ну, пасынки тут все-таки срывали. Тем не менее, проверяем. Вот эти листья уже не нужны. Мы их прищипываем, удаляем. Ну, я вообще люблю ножницами. Сейчас под рукой нет. Удобно. Вот этот мы обрываем полностью. Значит, можно культурно ножничками. Вот этот не до конца. Можно половинку листа. Вот этот вот нижний. Чтобы не касались почвы, не касались, так сказать, соломы. Соломы сюда нужно добавить. Будет здесь она уже перегнила. Посмотрите. Она всего лишь 4-5 сантиметров здесь. Травку мы также все спокойно вот здесь вот удаляем. Да и кладем ее прям сверху. Так. Вот мы видим уже первую кисть первых томатов. Так. Здесь тоже вот давайте удалим. Вот так вот. Листья друг к другу не должны прикасаться. Поэтому лишнее мы... А вот у соседнего, кстати, смотрите, что я обратил внимание. От низа ствола идет паснок. Мы его, конечно, удаляем и проверяем все остальные. Прореживаем густые заросли, листья лишние. Удаляем. Как я уже говорил. На где-то половинку, где-то весь. Сейчас соберется у нас много листьев. Вот так. Вот внизу. Это куча целая будет между грядок. Вот таким образом. Сразу заодно, опять-таки, видите, легко, как удаляются у нас эти... Вот, пожалуйста, ствол идет. Тут боковой внизу идет тоже паснок. Прямо от земли. Мы его удаляем. Вот. Вот. Вот таким образом. Вот сорняки. И вот сразу у нас тут стало, так сказать... Давайте вот это еще уберем, чтобы лучше видно было. Стало светлее. Суши на почве ствол. Стол вокруг томата должен быть оголенный. То есть, подгнивать, чтобы он не мог. Нужно его от соломы отделить. Как я уже это рассказывал. Вот так вот примерно. Так, давайте здесь еще уберем, чтобы лучше видно было. Теперь посмотрим. Все. С пасынками в средней части на стебле все нормально. Их нет. Здесь пошли новые соцветия. А смотрите, как интересно. Я не вижу центрального стебля. Его почему-то удалили. Ну что ж, тогда, если это вдруг произошло по какой-то причине, не беда, тогда мы что делаем? Сейчас вот здесь тоже удалим излишний. Теперь мы будем ждать нового пасынка. Они обязательно пойдут. И сформируем один или два ствола. А пока здесь, видите, быстрее, чем на остальных, завязались уже томаты. Вот они везде тут есть, если посмотреть. На каждом. На каждом. Вот. Таким вот образом. Это мы работаем с томатами. Вот у нас подписан для удобства здесь сорт какой. Сейчас посмотрим. Это у нас томат F1 Белороса. Высота 70-80. Там есть больше метра. Он уже больше метра. Так что вот таким образом. Вот смотрите, мы какую кучу листьев лишних сняли. Только с полутора кустов, скажем так. Вот так вот. Так что вот эти мероприятия следует производить регулярно, хотя бы раз в неделю проверять свои томаты, перцы, баклажаны.